С самого рассвета цивилизации всегда были мужчины и женщины, которые преследовали и изучали самые разрушительные силы по всей планете. Разве это не смешно? Я Гэддин Джонс. Каждую неделю я буду следовать за кучкой фанатиков из Британии, которые просто одержимы природными явлениями. Приближается! Приближается! О боже! Я собираюсь максимально приблизиться к самому ужасному природному явлению и остаться от живого. На этой неделе я намерен приблизиться к одному из самых непредсказуемых и опасных природных явлений. Лавина. Самая большая опасность для рака. Лавина уничтожает всё на своём пути. Она может стереть целый город за несколько минут. Вместе со мной на опасную землю вступят три сноубордиста, экстремалы, которые поднимутся на головокружительные высоты. Вперёд, Джеймс! Ты сумасшедший! Эти парни прыгают с самых высоких горных пиков в мире. Они катаются по самым опасным склонам. Никто не может повторить их трюки. Путешествие с этими парнями стало одним из самых ужасных воспоминаний в моей жизни. Это же верный смерть для меня. Я думал, что умру. Таут в этом ужасе. Охотники из-за опасности. Смертоносный снег. Лавина протяжённостью 100 метров, летящая со скоростью 150 км в час, является одним из природных убийц. Эта снежная вершина может обрушиться вниз за 5 секунд, уничтожая здания и погребая людей заживо. С такими горными монстрами лучше не встречаться. Моё путешествие начинается в Квинстауне, в Новой Зеландии, у подножья Южных Альп, за 20 тысяч километров от дома. Вокруг так красиво. Дороги нельзя надувать хорошими. Уж не говорю о том, что они проходят на высоте 3000 метров над уровнем моря. Эти три сноубордиста, с которыми я встречаюсь сегодня, знают, что их подвиги в горах могут вызвать сход лавины в любую минуту. Они прокладывают тропы там, где никогда не ступала нога человека. Малейший сдвиг снега может вызвать лавину. Я смогу достичь своей цели, только если сам встану на сноуборд вместе с этими парнями. Привет, Эрик. Да, привет, как дела? Мы ездим со скоростью 10 километров в час, потому что здесь так скользко. Уже скоро будем на месте. Хорошо, погода отличная, но очень скользкая. Я не боюсь водить машину, я боюсь кататься на сноуборде. Руководитель нашей группы, победитель по свободному сноубордингу из Британии, Джеймс Стэнтенфорд. Я не думал, что это безумие, меня так легко напугать. Вместе с ним приехал оператор-сноубордист Джон Эдоратти. Надо осознавать риски. В противном случае ты просто погибешь. И один из самых известных сноубордистов в мире, австралиец Эрик Тэмал. Однажды я попал в лавину, но я пришелся не по вкусу матери-природе. Она меня выдвинула. Привет, Эрик. Привет, Гэрик. Джеймс, рад тебя видеть, как дела? Привет, Гаттинг, как ты? Нужно быть, ты сумасшедший, если ездишь за ними с камерой. Да, Джона, рад познакомиться. Чтобы получить звание сноубордиста по высокогорью, спортсмен должен съехать с горы высотой 3000 метров с углом наклона более 50 градусов. Это называется экстремальным сноубордингом. Горы Новой Зеландии идеально подходят для этого. Чем больше снега, тем лучше. Но также, чем больше снега, тем опаснее. Смотрите. Шесть австралийцев пропали на горе Куков. А вы планируете туда идти? Во время их пути риск возникновения лавин усилился, а погода только ухудшается. Прошли штормовые ветра, это значит, что вероятность схода лавин высока. Скажите мне, что вы не пойдете туда. Нет, мы пойдем туда. Мы пойдем. Я стоял на лыжах всего несколько раз. После утреннего кофе с парнями я уже начал задумываться о том, куда я суюсь. Мысль о том, что мне надо будет подняться на вершину горы и на сноуборде съехать вниз, приводила меня в ужас. Чтобы понять всю силу лавины, я решил встретиться с людьми, которые по долгу службы должны придать в расчете. Горная спасательная команда. Руководитель патрульной группы Аарон Хелстед работает спасателем уже пять лет. Здесь пять метров, я без транссивера. Я видел лавины, которые сносили дома. Теперь они где-то под снегом на глубине двух метров. Первые 18 минут у человека есть еще шанс быть спасенным. Когда веришь такое, то невольно начинаешь уложить эту немыслимую силу. Мы нашли человека. Идем. Впечатляет. Я даже не представляю, как проходит спасательная операция. Я думаю, что вам надо самому испытать, каково это на самом деле. Что, вы серьезно? Да. Это безопасно? Да, вы должны испытать на себе. Вы будете страдать от плаустрофобии, вы не сможете двигаться. Грудная клетка будет сжата. Первые 18 минут вероятность выживания составляет 91%. Мы закопаем вас таким образом, что одна рука останется снаружи. Вы сможете двигать пальцами и сообщать нам, вытащите меня отсюда, мне здесь не очень приятно. Этот предмет поможет мне не задохнуться в снегу. Трубка? Ладно. Одну секундочку. Трубка будет вытягивать воздух из окружающего снега. Если вы окажетесь в лавине, высока вероятность того, что вы умрете от нехватки кислорода. Всего 2% людей остаются в живых. Достаточно долго, чтобы умереть от переохлаждения. Его надо полностью засыпать. Кто-нибудь встаньте здесь и прижмитесь. Я хочу, чтобы он не смог там двигаться. Меня осторожно уложили в яму, но если бы я упал с километровой высоты, я мог бы лежать со сломанными костями. Если добавить к переломам давление снега сверху, то у меня были бы серьезные проблемы. Лежу в кромешной темноте под метровым слоем снега. И тут я быстро осознал весь ужас, который несет себе лавина. Хватит. Привет. Как это, Мгеттин? Это был один из самых ужасных моментов в моей жизни. Это было просто кошмарно. Мое лицо немело, но это не главное. Я не могу пошевелить пальцами, я не могу дышать полной грудью. Я бы не хотел попасть в лавину. Кроме того, тебе холодно? Снег повсюду вокруг тебя, снег попал в нос, в рот. Я даже не могу остаться без одежды, верно? Половина одежды будет порвана. Я должен сказать вам спасибо, но я бы не хотел стать вашим клиентом. Совершенно точно, я бы никогда в жизни не хотел пережить такое никогда. Я думал, что эта поездка окажется веселой. Но к концу первого дня я был измучен и напуган. Когда выходишь в горы, может случиться все, что угодно. Охотники за опасностью Начался мой второй день на горнолыжном курорте Квинстаун в Новой Зеландии. Я пытаюсь понять суть смертоносных лавин. Чтобы приблизиться к ним как можно ближе, я отправляюсь в горы с тремя сноубордистами-экстремалами Джеймсом, Эриком и Джона. Эти ребята катаются на таких крутых склонах, что лавины могут сойти в любой минуту. Были моменты, когда я спрашиваю себя, зачем я это делаю. Возможно, мне лучше остановиться. Но сегодня такой замечательный день. Все снова обретает смысл, и я точно знаю, зачем я это делаю. Это в крови всей семьи горных проводников и лыжных инструкторов. Такие люди есть везде. Через пять-шесть лет увлечения сноубордами я начал участвовать в соревнованиях. Я все еще катаюсь. Обычно местность, где мы катаемся, представляет собой огромный город. Утесы опускаются в пропасть. Поэтому, если мы упадем во время спуска, то мы полетим по таким вот горам. Вчера я пережил самое ужасное ощущение в своей жизни. Это было ужасно. Я никогда не хочу испытать такое еще раз. Самые большие опасные лавины могут нести до 10 миллионов тонн снега и достигать скорости 300 километров в час. С такой мощью лавины могут двигаться даже наверх. Эти жестокие убийцы не щадят никого. Если я хочу приблизиться к этой опасности, то я должен учиться кататься на сноуборде. Я отправляюсь в горы для новичков, чтобы парни могли оценить мои способности. И должен сказать, что довольно неплохо катаюсь на сноуборде. Я хочу попробовать и почувствовать, каково это. Скажу вам, ребята, безопасно ли это для вас. Я уже слышал это много раз. Единственная проблема — это то, что я не могу... Ребята, а сколько лет вы уже занимаетесь сноуборде? 20. У меня опыта на 20 лет меньше, чем у вас. Вперед, вперед! Объезжай! Ой, извините. Как вы? Эрик, с какой скоростью ты едешь на сноуборде? Примерно 100-110. 110 чего? Километров? 120. Это же 70 миль в час. Он совсем не контролирует тебя. Нет, он пытается. Возьмешь его в горы? Нет, не стоит. Каждый сезон я участвую в поисково-спасательных операциях, чтобы не потерять свои навыки. Поэтому, если такая ситуация произойдет на самом деле, то я буду все делать механически. Задача — найти человека за пять минут. Чем больше ошибок происходят в таких ситуациях, тем больше времени уходит на поиск человека. Эрик может доверить мне свою жизнь. Я позабочусь о том, чтобы он выжил. Гэтин, вперед! Отличная попытка. Мне становится жарко. Я совершенно забыл, как это делается. Когда мы занимаемся сноубордингом в горах, мы постоянно об этом думаем. Ужасная лавина. Вот чего мы боимся, когда стоим на вершине горы. Мы боимся этого, когда спускаемся вниз. Мы постоянно оглядываемся по сторонам, пытаясь угадать, что задумали горы. Вы попадали в лавину? Да, несколько раз. Я попал в лавину, меня протащило около 500 метров. Лавина была такой мощная, что с меня слетели перчатки, защитные очки, шапка, рюкзак, куртка. Я был почти голый. С тебя сорвало одежду? Да, лавина была мощная. Пока не разговаривали, меня даже затошнило от одной мысли о лавине. У меня было всего несколько часов на подготовку. Но без труда не вытянешь рыбку из пруда. Поэтому мне надо держать себя в руках. В конце концов, проведя какое-то время на мягком месте, я научился держаться на сноуборде. Достаточно ли хорошо? Поживем, увидим. Отлично. Неплохо. Ты уже готов к встрече у Славян? Я учился кататься на детских горках. Теперь мы отправляемся в настоящие горы. Я не уверен, что это хорошая идея. Ну же. Кому я говорю. Мне рассказали историю о ребенке из Новой Зеландии. Он оказался там, где не должен был быть. Там было много снега, и он попал в лавину. Когда ребенка нашли, он был без сознания. С него слетели ботинки, и штаны его буквально разорвало за дверь. Сила лавины была просто невероятной. Про это можно говорить, но лучше такого никогда не испытывать, иначе будешь бояться до конца жизни. Два друга буквально исчезли передо мной. Лавина протянула их вниз по горе примерно километром. К счастью, одного парня не засыпало. По пути он не налетел на камни, и этим ребятам очень-очень-очень-очень повезло остаться в живых. Все пытаются избежать сходу лавин любой ценой, потому что, если ты попал в лавину, шансов мало. Это конец. Я постоянно думаю о том, насколько невесомо кажется человеку, и вылетит с одной скалы на другую. Ты паришь 2-3 секунды воздух, а потом легко приземляешься на снег. Создается ощущение, словно ты паришь. Это потрясающее чувство. Его невозможно описать или понять, если ты сам не попробовал. Эрика Джеймс рискует по максимуму. Они отправляются в горы, поиск их самых крутых склонов. Вероятность, сходу лавин там крайне высока, они хотят взять меня с собой. Парни выбрали склон без лыжни, прямо рядом с подъемником. Хотя гора была невысокая, я чувствовал, что они волнуются. Я смотрел, как Джон и Джеймс несутся вперед, и вся моя бравада испарилась. К счастью, Эрик согласился помочь мне на первом для меня спуске. Склон оказался не таким уж плохим, но это когда прыгаешь с гор всю свою жизнь. Я боялся, что приземлюсь на какой-нибудь камень. Мне просто повезет, если я вызову склотловину и стану лишь препятствием для вас, парни. Такого не допустим. Думаете, что я готов? Да, ты готов. Спасибо. Джеймс и Джона делают все так легко, но для Эрика и меня этот спуск стал таким долгим. Эрик перечислял мне свои переломы. Ему четыре раза устанавливали колен, у него было смещение ключицы, перелом челюсти и перелом рук. Если даже нам повезет не встретиться с лавиной, если нам повезет уйти от нее, она по-прежнему остается в горах. Ребята катаются на сноуборде всю свою жизнь. Эрик самый лучший в мире, он постоянно подбадривает меня. Я пойду с ними, но я боюсь, потому что осознаю свой опыт катания на сноуборде. Я могу съехать вниз по лыжне, но я не уверен, что мне следует подниматься на вершину. Если сходит лавина, даже если у тебя есть маршрут дохода, шансы спуститься с горы живым невелики. Когда я отправился в гостиницу вечером, я заметно волновался. Но для горнолыжников были и хорошие новости. Последняя новость. Шесть австралийских горнолыжников, которые пропали без вести на самой высокой горе Спасины. Оказались хорошо подготовлены. Мне не надо напоминать, насколько опасными могут быть лавины. Просто посмотрю новости. Местные новости. Этим шести австралийцам так повезло остаться в живых. Самое ужасное, это то, что все произошло внезапно. Они говорят, что они были полностью экипированы. Но лавина сошла внизу. Дует сильный ветер, и их окружаются гробой высотой 2,5 метра. Они вынуждены были оставаться на одном месте. Мы не можем посадить вертолет здесь, потому что вероятность хода лавины очень высока. Это доказывает лишь то, насколько лавина опасна. Все пытаются избежать их. Никто не хочет оказаться под снегом, но ребята, с которыми я провожу время на этой неделе, хотят идти прямо в шторм. Сегодня третий день моего путешествия по стране лавин. 4.30 утра. Я выхожу вместе с Арном Халстоном и командой спасателей. Мы поднимемся в горы, изучим несколько склонов, например, лавин опасности. Мы должны оценить ситуацию, сделать несколько залпов, чтобы посмотреть, сойдут ли лавины. Затем мы покатаемся на лыжках. Каждое утро они очищают огромный горный склон от снега, который выпал за ночь. Они могут делать это только с помощью специальных бомб. Мы выходим в горы до тех пор, пока не бросим туда взрывчатку. Мы идем в самый неприступный участок в горы. Безопасность патруля превыше всего, поэтому никто не выходит без трансмиттера. Этот прибор передает сигнал, поэтому если вы оказались лавиней, мы сможем вас найти. Ясно? Это сигнал, который вы передаете. У нас не так много времени, потому что эти подъемники должны начать работать в 9 часов утра. Но патруль должен подняться в горы и обстрелять определенную часть горы, прежде чем туда пустят горнолыжников. Мы пересекаем резиденцию лавин под названием «Черная страна». Количество снега умеренное, но вероятность схода лавин высока. Высокая степень. Большинство людей, которые работают в горах, рано или поздно попадают в лавин. Меня никогда полностью не заваливало снегом, но я попадал в лавину. Меня засыпало лишь частично. Это пушка для наших лавин. Несколько лучших в мире горнолыжников погибли в лавинах. Это доказывает тот факт, что, несмотря на весь твой опыт, ты не можешь предугадать, что произойдет в горах. Это взрывчатка, а это детонатор. Я привожу его в готовность и ждут. Я бы хотел выстрелить сразу же, как только он заложил взрывчатку. Нам надо быстро спускаться. Личина очевидна. Беру плавник, фиксирую его на место. Всё. Сморян-гар. Такие снаряды могут пролететь полтора километра. Лавины после таких залпов кажутся незначительными, но в них достаточно мощи, чтобы навредить людям. Мы запустим его с платформы. 90% людей, которые попадали в лавины, сами провоцируют их сход, поэтому очень важно очищать горные склоны от снега. Не трогайте жёлтый шнур, ясно? Ты встань позади пушки. Огонь. Да, огонь. Отлично. Прекрасно. Ничего себе! Огонь. Последний. Да. Надо ещё один. Лавина, отлично. Эта лавина сошла по нашу вине. Она совсем небольшая, но это первая лавина, которую я увидел своими глазами. Теперь мы отправляемся в самые опасные участки гор. Мы покидаем безопасное место и вступаем на неустойчивый снежный покров горных склонов, который может сойти в любую минуту. Арен заметил нависшую глыбу снега. Мне сказали отойти в сторону, а он с напарником обстрелял их. Меткое попадание. Ты встаёшь утром, берёшь дровчатку, ерешь на лыжах и залываешь. Сейчас 6.30 утра. Мы находимся на территории лавин. На этом участке снег крайне неустойчив. Передвигаться с одного склона на другой просто опасно. Я убежал от бомбы. Как это было смешно. Я почувствовал себя на военных учениях. Взрывай, двигайся дальше. Затем Арен удивил меня. Сейчас я подожгу его. Но я позволю тебе бросить его. Ладно. Бросай прямо через край. Тебе потом. Иди сюда со мной. Только следи за тем, чтобы мы не соскользнули по верёвке. Да, это будет позор. Ты же не хочешь упасть с ней вместе с ручаткой? Я буду счастлив. Я буду знать, что умираю на съёмках. Бросай из-под руки. Подальше. Пожигаем. Горелось. Отлично. Бросай. Идём. Немного ближе, и наши головы отлетят. Заткни уши. Я знал, что это произойдёт. Как только я начал говорить, я знал, что это произойдёт. Мы контролируем обстановку с помощью взрывчатки, и ты должен понимать, что делаешь, когда катаешься в горах. У нас это называется устойчивостью к лыжникам. Это значит, что 2-3 человека могут находиться в одном месте. Но в любом другом месте люди могут вызвать свод лавины, мы контролируем все эти места, но территория с другой стороны, эти гор, уже вне нашей компетенции. Мы находимся в отдалённом местечке под названием «Чёрная страна». Здесь нет подъёмников. Для новичка спуск в них станет настоящим испытанием. Отлично. Хорошо. Когда я спускался вниз, нервы были на пределе. Одно неправильное движение я могу вызвать схват лавины. Уходим. Наконец, с 10 часов утра мы прибыли на место. Подъёмники уже работают. Опасность хода лавина устранена. Горнолыжники счастливы. Дело сделано. Когда я приехал в Новую Зеландию пару дней назад, я думал, что было бы здорово увидеть схват лавины. Но теперь, когда я знаю немного больше об этих горных убийцах, я в этом больше не уверен. Охотники за опасностью Я приехал в Новую Зеландию, чтобы увидеть одно из самых ужасных зрелищ в арсенале матери природы — лавина. За последние несколько дней я испытал боль и ужас. Это были самые страшные моменты в моей жизни. Вместе со мной в горы поднимаются три экстремалы сноубордиста по высокогорью — Джеймс, Эрик и Джона. Они катаются по почти вертикальным склонам, очень рискую вызвать схват лавины. Некоторые люди считают меня сумасшедшим, но я так не думаю. Честно говоря, я надеюсь, что не погибну, потому что я ужасно боюсь умирать. Но если мне суждено погибнуть в лавине или в горах, то, по крайней мере, я умру, занимаясь своим любимым тяном. Трис, конечно же, есть, надо к этому привыкнуть. Я могу сказать одно — если я не захочу больше этим заниматься, я перестану кататься. Но сейчас я этого не хочу. Я не хочу жить по принципу «человек против гор», я хочу быть своим человеком в горах. Нам предстоит очень-очень долгая дорога вниз, примерно тысячи метров. Когда стоишь на вершине горы и смотришь вниз, то видишь только заснеженную пустыню под собой. У меня часто кружится голова на такой высоте, и меня отошнит. Сегодня мне предстоит пройти первое испытание. С каждым днём наш маршрут будет становиться сложнее и круче. Значит, риск схода лавин будет только возрастать. Я катаюсь на сноуборде всего три дня, но я попробую быть наравне с этими парнями. Здесь, в Квинстоуне, погода оказалась неблагоприятной для нас, поэтому мы решили ехать на вершину Кука. Ребята уже поднимались туда, они сказали, что там погода просто идеальная для сноуборда. Там много свежего снега, ветер усиливается, толщина снега на вершине около трёх метров. Конечно же, это повышает вероятность исхода лавины. Мне даже страшно смотреть на вершину. Такое ощущение, что гора падает на тебя. Чувство неконтролируемой паники. Гора брушивается на тебя, и ты лежишь там. Дашина Кука высотой 3754 метра является самой высокой в Новой Зеландии. Как только мы приблизились к подножию, я начал нервничать. Самая ужасная — это изоляция, полнейшее одиночество. Мы выбрали гору. Мы надеемся на лучшее. Здесь только я с парнями вертолёт. Мы оказались в неизвестности. Вертолёту запрещается приземляться в этих горах без профессионального гида. Тревор Стрит уже несколько десятилетий инструктирует группу людей на горе Кука. Когда вертолёт опускается и приземляется, он поднимает снежную бурю. Если снег неустойчивый, он разлетится во все стороны. Если что-нибудь вылетело, не надо бежать догонку. Потому что чем дальше мы окажемся от того места, где вертолёт должен приземлиться, тем больше у нас шансов попасть под лопасть вертолёта. Это нам совсем не нужно. Мне вопрос, как я буду спускаться на сноуборде? Вертолёте или в лавине? В лавине. Я думаю, что только сумасшедшие могут сделать это. На первый раз нас высадили на высоте 2,5 тысяч метров над уровнем моря на уединённом пике южного склона горы. Спуск выглядит довольно плавным. Я смогу видеть, что делают парни. Как только вертолёт улетел, я почувствовал перепад давления на высоте. Я умру здесь. И нечем дышать. Такая высота. Мне не хватает кислорода, у меня кружится голова. Это два самых распространённых симптома на высоте 2400 метров. Для парней, которые привыкли к такому состоянию, это не проблема. Геттен, да. Дышать, да. Дышать. Если мне не станет лучше, тот день будет потерян. Ужасно. Острая боль? Нет, у тебя просто заморозы лёгкие. Через несколько минут лёгкие согрелись, дыхание нормализовалось, и я смог двигаться. Что я делаю? Это же экстрим. Это безумие. Что я делаю? Хотя этот склон выглядит не очень крутым. Снега здесь до пояса, поэтому если я застряну, мне будет трудно снова встать на сноуборд. Ребята не зря учили меня. Это было жутко. Ну ты отлично проехал. Я почувствовал себя увереннее, и мы двинулись дальше. Мы обогнули полмили вокруг горы и поднялись на высоту 3000 метров. Степень сложности возрастала. Риск схода лавин сегодня умеренний. Это значит, что хотя естественным образом лавины вряд ли сойдут, но когда мы будем спускаться вниз, мы сможем спровоцировать сход. Сегодня мой третий день на снегу. Я могу сказать, что жду этот день. Но я бы солгал, если бы не сказал, что немного волнуюсь. Если за тобой пойдет лавина, ты должен попытаться уехать от нее в одну сторону или в другую. Но если лавина все-таки подхватит тебя, и ситуация выйдет из-под контроля, постарайся удачно упасть, чтобы вокруг тебя образовалась воздушная подушка. Потому что если ты окажешься под снегом, ты уже не сможешь двигаться. Эта мысль должна тебя успокоить. Отлично. Вертолет не смог подлететь так близко, как мы хотели, поэтому нам придется подниматься вверх по горе, утопая по пояс снегу, еще минут 15. Каждый шаг дается с трудом. Когда я стоял наверху, я совершенно отчетливо понял, почему парни делают это. Мы были единственными людьми на этой величественной горе. Ты серьезно? Будешь спускаться вниз? Да, да, гора отличная, довольно крутая, но, по-моему, спуск ровный. Я не могу, гора почти вертикальная. Нам не надо ничего доказывать, мы уже знаем, что викторус. Обычно я прислушиваюсь к своим инстинктам. Если они говорят мне, сделай это, то я делаю, если нет, то нет. Простая философия, да? Да. Тогда зачем ты это делаешь? Что я делаю? Если мне пришлось три дня спускаться на сноуборде, то я лучше спустился бы в вертолете. Тогда мне вертолет. Ребят, желаю благополучно съехать, и я бы очень хотел скатиться вниз, но я понимаю, что для меня это будет безумным. Эти парни катаются на сноуборде в 15-16 лет, они лучшие в мире. Я даже не понимал, во что я суюсь. Как только я оттолкнулся, у меня начнутся проблемы. Это просто смертный приговор для меня. Ребята пожалели меня, и мы выбрали гору полегче. Гэтин? Да. Ты идешь? Нет. Ты первый. Я? Да. Нет, я за тобой. Нет, ты пойдешь первый. Серьезно? О, боже. Как только я оттолкнулся, я почувствовал себя увереннее. У-у-у! У-у-у! Мы просто идем с этим. Существует традиция, когда человек впервые скатывается с такой горы, Надо обсыпать его снегом. Ты просто болван. Дожили. Друзья хотят закопать меня в снегу. Напоследок ребята решили обогнуть гору Кука и подняться еще выше. Но самое важное, они решили изменить угол наклона. Теперь они будут прыгать с абсолютно вертикальной горы протяженностью один километр. Я точно не смогу здесь спуститься. Для парней это будет спуск в три этапа. Словия крайне опасны. Сноубордист будет буквально падать сверху вниз. Я запрыгнул обратно в вертолет, чтобы продолжить наблюдение за друзьями. Когда я думаю о лавине, мне становится плохо. Я испытываю паническое чувство страха. Столкнуться с лавиной, победителем, в великое счастье. Гораздо спокойнее скатиться и не увидеть лавину. Когда я смотрел на парней, я не верил, что они действительно рискнут. Джона закрепил камеру на шлеме. Они выглядят такими крошечными отсюда. Когда мы поднялись в воздух, я смог оценить размер горы. Часто, когда я стою на вершине крутой опасной горы, я спрашиваю себя, зачем я здесь, зачем я снова это сделал. Что я делаю со своей жизнью? Почему бы не устроиться на работу в офис? То, что они собираются сделать, просто безумно. Я смотрю, как они стоят на вершине горы и готовятся к спуску. Мне за них страшно. Хотя они делали это миллион раз, они должны быть проклинатселями. Сноубординг — это столько скрытых опасностей. Самая страшная это лавина. Сноубординг не очень популярный. В мире всего несколько людей делают то, что мы. Мы видим, насколько крутая эта гора. Им надо обходить стороной скалы и держаться на ногах до самого подножья горы. Это сложно физически и психически. Они, наверное, немного сумасшедшие. Десять секунд. Девять. Восемь. Семь. Отлично. Никаких признаков лавины. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Они стартуют. Эрик идет первым и прокладывает путь на склоне. Вот Эрик, он спускается вниз. Угол наклона 60 градусов. Это настоящий экстрем. Как круто. Глубина снега 3 метра. Одно неверное движение, гора обрушится на его. Вот он. Вперед, Джеймс. Безумец. Джеймс. Джеймс провоцировал небольшую лавину, теперь он старается уйти от нее. Да. Просто не верится, насколько быстро он едет. Джона следующий. Потрясающее зверище. Они решили не останавливаться и сразу же перешли на второй этап. Они скользят по снегу почти без усилий и достигают скорости 140 км в час. Как красиво, просто потрясающе. Удивительно. Я высаживаюсь из вертолета вместе с оператором. Начался последний этап спуска. Джеймс идет первым. Джона включает свою ручную камеру. С*** надъехал от Эрика, который едет справа от него. Но внезапно, на расстоянии двух километров от подножья горы, все изменилось. Земля ушла из-под ног Джона, который снимал сбоку. Он попал в лавину. Джона еще сверху. Единственное, что они могут сделать, это сопротивляться. Сноубордисты бессильны против стихии. Они продолжают падать. Ребята, стойте спокойно, у нас здесь лавина. С того места, где я стоял, мне ничего не было видно. Наконец лавина остановилась. Ребята, вы в порядке? Единственное, чего я хотел, это чтобы они уцелели. Я не мог помочь им. Они исчезли из поля зрения. Мы молились, чтобы они были живы. Охотники за опасностью. Сегодня мой четвертый день в Новой Зеландии в компании трех сноубордистов Джона, Эрика и Джеймса. Эти ребята занимаются экстремальным сноубордингом и часто сталкиваются с небольшими, но смертельно опасными лавинами. У меня были друзья, которых засыпало в лавине. Они рассказывали мне свои истории. Теперь я больше всего на свете боюсь с лавинами. Двое моих друзей погибли в лавине. Это очень опасно. Твоя жизнь висит на лоске. Двое-трое моих друзей погибают в лавине каждый год. Я успел обстрелять гору. Меня закапывали живьем в снег. Я бы сказал спасибо, но без особого энтузиазма и высаживался на вершину горы Кука с помощью вертолета. Проанализировав ситуацию, я запрыгнул обратно вертолет, а ребята остались одни. Эрик поехал первым. Казалось, что он так легко все делает. Потом наступил черед Джеймса и Джона. Они пролетели первые два этапа горы и вступили на самую опасную часть. Опасный заезд тысячу метров. Как только Эрик приземлился, внезапно все изменилось. Теперь Эрик и Джон летят вниз в гигантской лавине с высоты 800 метров под углом 60 градусов. Эрик остановился, с ним все хорошо. Привет, вы в порядке? Эрик остановился, с ним все хорошо. Он включил свою рацию. Где Джона? Где Джона? Джона наверху? Если Джона оказался засыпанным снегом, то шансы найти его живым невелики. С воздуха мы быстро обнаружили тело. Эк уже мчался к другу. Ты в порядке? К счастью, он живой. Как ты? Несмотря на шок, Джон остался вверен своей профессии. Он проверяет, снимает ли еще камеры. Но это было страшно смотреть. Я рад, что с ними все в порядке. Я рад, что с ними все в порядке, да? Я думал, что меня засыплют. Лавина полностью захватила меня. Я выплевывал снег изо рта. Когда лавина обрушилась на меня на том склоне, я так сильно испугался. Я знал, что ситуация очень, очень опасна. Люди погибали в гораздо меньших лавинах, чем это. Я знал, что в этом месте есть яма, но я ничего не мог сделать. Потому что лавина уже подхватила меня. Я думал, что же это такое? Я ничего не мог сделать. Пытался выплюнуть снег изо рта. Ребята, вы в порядке? Просто немного напуганно. Я еще трясет. Внизу я увидел, как Джона показался сверху. Потом опять оказался внизу. Его засыпало снегом. Потом опять появился. Я увидел, что позади него летит арик. В один момент я увидел, что его несет быстрее, чем меня. Меня тоже засыпало снегом два раза. А потом выталкивало наверх. Нас обоих. Лавина еще катилась. Нас обоих засыпало снегом. А потом мы смогли выбрать самый верх. Я даже не знаю, освещаться ли вам или считать вас сумасшедшим. Нам повезло. Нам очень повезло остаться в зубах. Хорошо, что ничего не случилось. На завтра тоже хороший прогноз погоды. Я рад. Вы собираетесь сюда еще и завтра? Полагаю, что да. А что еще нам делать? Передо мной промихнула вся моя жизнь. Я думаю, что по большому счету умирать страшно. Я люблю жить. Отведите меня в бар. Выпьем по бутылочке пивка и отпразднуем спасение Джона. О, как же я. Спасение Эрика. Надо признаться, что неделя выдалась непростая. Ребята, с которыми я познакомился, не сумасшедшие. Они просто хотят найти идеальный склон. Величие скользящее вниз по горе лавина очаровало нас. Но мы были в шоке от опустошения и разрушения, которые остаются после исхода лавины. Я только что чуть не потерял друга. Когда я думаю об этих парнях, у меня сжимается сердце. Редактор субтитров А.Семкин